МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии местное самоуправление. Программа о работе столичных властей и я, ее ведущая, Татьяна Трофимова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устав Чубаксар меняется. В городской администрации прошли публичные слушания, где народные избранники вместе с горожанами обсудили планируемые поправки в главный документ столицы. Основные изменения в уставе – это приведение местных документов в соответствии с федеральными. Так теперь полномочия главы города могут прекратиться досрочно, если у него или его ближайших родственников появятся счета в иностранных банках, расположенных за пределами России. Это прописано в федеральном законе от 7 мая. У органов местного самоуправления города появится новая полномочия. Разработка схемы размещения рекламных конструкций в городе. Это позволит упорядочить внешнюю рекламу. Раньше предприниматели сами выходили с предложением городу, где бы они хотели разместить красочные билборды, ориентируясь больше на выгодное расположение. И зачастую не учитывали то, насколько это удобно и безопасно для горожан. Это был процесс неуправляемым. Теперь администрация города будет сначала разрабатывать схему размещения рекламных конструкций. Депутаты будут утверждать, и будет понятна картина, где находятся рекламные конструкции. И эта картина будет отражена в сети интернет на определенной карте. Рекламные конструкции, которые уже существуют, убирать не будут. Большинство городских рекламных счетов попадут в будущую схему размещения. Все изменения, рассмотренные на публичных слушаниях, будут детально обсуждены на заседаниях депутатских постоянных комиссий и затем вынесены на утверждение депутатским корпусом. Как получить жилье в городе? Что делать, если очередь не двигается? Кому обратиться, чтобы в доме сделали капитальный ремонт? Эти вопросы традиционно являются наиболее частыми на приеме граждан по личным вопросам у главы города. Леонид Черкесов в очередной раз встретился с горожанами. Все вопросы, которые поступили на приемы, мы берем под контроль. Мы их рассматриваем, мы дополнительно изучаем. И по возможности максимально, где можем помочь, мы стараемся помогать. Конечно, сразу представить квартиры – это невозможно. Если у нас есть очередность, есть порядок предоставления квартир. Но взять под контроль, в правильном оформлении документов, посоветовать, в каком направлении дальше двигаться. Может быть, на другую очередь стать, который быстрее двигается. Социально-коммерческое, мы рекомендуем получение жилья. Однако, в последнее время в Чебоксарах резко возросло количество обращений чебоксарцев по вопросу предоставления жилья. С прошлого года на имя главы города Чебоксары стали массово поступать обращения граждан под заголовком «Социальный заказ заявления» на предоставление бесплатного благоустроенного жилища из расчета не менее 30 квадратных метров на каждого члена семьи. Жилищный вопрос во все времена оставался одним из главных. И всегда находятся те, кто пытается нажиться на доверчивости людей. Вот и городская администрация столкнулась в своей работе с сомнительной организацией, которая действует на территории Чебоксар. Осторожно! Жилище социально-санитарного минимума. На территории нашего города активно работает Чебоксарское отделение Межрегионального общественного фонда. Его представители предлагают помочь горожанам оформить социальный заказ на приобретение жилья и собирают денежные средства. «В настоящее время в администрацию города Чебоксары поступило порядка 125 обращений граждан так называемых социальных заказов-заявок. В данных обращениях граждане просят предоставить либо земельные участки, либо жилые помещения. Земельные участки граждане просят предоставить для осуществления индивидуального жилищного строительства». И это только в этом году. В течение 2012 года таких обращений, составленных по единому образцу на одинаковых бланках, было зарегистрировано более 900. Представители фонда убеждают доверчивых горожан, что по закону власти им должны предоставить жилье с расчетом не менее 30 квадратных метров на одного человека, либо земельные участки. И предлагают людям внести добровольные пожертвования. Около тысячи рублей. Фонд вам окажется действия. «Есть гарантия-то, то, что мне дадут-то?» «В данный момент сейчас создался прецедент. Люди стали грамотно массово подавать социальные заказы заявления в правительство. То есть при наборе количества 100 тысяч человек по указу президента номер 601, то есть как только 100 тысяч будет, правительство получит поддержку». Данная организация не имеет никакого отношения к администрации города. И, возможно, намеренно вводит людей в заблуждение, поскольку никакой юридической силы подобные заявления не имеют. «В администрации города Чебоксары на сегодняшний день отсутствуют правовые основания удовлетворения подобных заявок. Ни одна организация в настоящее время не может гарантировать гражданам предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в нарушении норм действующего законодательства. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства могут предоставляться исключительно на торгах. Либо, если подобные граждане состоят в очереди многодетных семей». За дом, за гектар, за квартиру Фонд жилища социально-санитарного минимума предлагает бороться и в других городах России. Шквал заявлений зафиксирован в Кирове, Курске, Тольятти, Нижнем Новгороде. В Чебоксарах прокуратура и МВД провели проверку по этому делу, но возбудить уголовное дело пока не удалось. Для получения жилья существуют определенные процедуры. Необходимо собрать пакет документов и обратиться в администрацию района, где специалисты зарегистрируют вас и ответят на все вопросы. «Существует две категории получателей жилых помещений. Это категория, которая имеет право на бесплатное обеспечение жильем, к ней относятся граждане, признанные в установленном порядке малоимущими. А также по нашей Чувашской республике это семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми. Другая категория граждан, которая может пользоваться с льготой при обеспечении жилья, это граждане, которые не могут быть признаны малоимущими, но они нуждаются. У них не имеется необеспеченность общей площадью жилья на каждого члена семьи. В такой категории, например, относятся молодые семьи, которые в очередях стоят. Также эта категория граждан может улучшить свои жилищные условия путем получения жилого помещения коммерческого найма. Вы знаете, что у нас эта программа с 2009 года работает, только по московскому району 391 семья таким образом улучшила жилищные условия. В этом году сдача не намечается в жилых помещениях коммерческого найма, намечается в первой половине следующего года. Иные организации, кроме государственных и муниципальных учреждений, оказывать помощь гражданину в обеспечении жильем не может. Законодательством такие вещи не предусмотрены, и полномочия такие частным лицам и частным компаниям не переданы. Фонд жилища социально-санитарного минимума, никакого отношения к органам государственной муниципальной власти Чувашской республики и Российской Федерации не имеет, никаких договоров с ними не заключалось, никаких полномочий на обеспечение граждан жильем им, естественно, не передавалось. Хотелось бы предостереть жителей города Чебоксар. Не позволяйте вводить вас в заблуждение и не доверяйте сомнительным организациям. Программа «Местное самоуправление» подошла к концу. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.